Добрый день, уважаемые коллеги! Я бы хотела рассказать о том, как ведется учет онкологических больных в Краснодарском крае. По последним данным, население нашего края составляет 5 миллионов 453 тысячи человек. В нашем крае действует 5 онкологических диспансеров, краевый краснодарский онкодиспансер. Также диспансеры находятся в Армавире, Ейске, Сочи и Новороссийске. Кроме того, онкологические койки есть в Краснодарской краевой клинической больнице номер 1, которая с прошлого года стала НИИ, получила звание, краевой клинической больницы номер 2 и детской краевой клинической больницы. Регистрация больных проводится в программе, предоставленной компанией ОНОВЛ-СПБ. Регистрация идет по форумам, которые все вы знаете, по 135 приказу, не останавливаясь подробно. Вводим все данные, к сожалению, с бумажных носителей, которые предоставляют все наши районы. Ввод осуществляет три регистратора, двое статистиков и один лечащий врач. Хочу отметить, что перед тем, как документ, по которому осуществляется ввод, попадает к регистратору, его обязательно обрабатывает медицинский статистик, дополняя или корректируя информацию по необходимости. Здесь вы видите ведущие локализации ЗНО нашего края. За последние пять лет выросла заболеваемость предстательной железы, почек. Что касается смертности, то тут у нас на первом месте легкие, наверное, как и у многих, желудок и теломатки. И также вы можете наблюдать ведущую возрастную группу. Какие у нас проблемы? Наверное, как и у всех. Во-первых, нехватка наших кадров. Если в нашем краевом экологическом диспансере с этим все в порядке, то, к сожалению, на местах люди идут неохотно. И, соответственно, пытаемся с этим бороться, но без желания. Никак-никак. Что еще? Край у нас большой, и население у нас очень подвижное. Очень много приезжих с севера, также много уезжает. К сожалению, проследить не всегда удается. Поэтому больные часто теряются, и хотелось бы, чтобы было более конкретное взаимодействие с онкологическими службами других районов. И чтобы они передавали нам информацию о тех пациентах, которые меняют место жительства на наш край. Точно так же мы с удовольствием бы передавали информацию о наших больных, которые уезжают. Но, к сожалению, не всегда даже больные нам об этом сообщают и буквально уезжают без ничего, даже не позаботясь о том, чтобы взять то, что нужно им для дальнейшего лечения. Ну и еще последняя проблема, которая здесь представлена первой, это несвоевременное информирование о выявлениях в случаях ЗНО. Что касается нашего онкодиспансера, если я могу завести случай, который только что выявлен буквально на следующий день, то данные из нашего края, но других районов поступают с опозданием, и, к сожалению, из соседних регионов тоже. В принципе, это все. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я готова ответить. Спасибо. Большое спасибо. Вопросы? Пожалуйста, вопросы. Да, можно? Конечно. Я хотела спросить, а есть ли в крае информационная система, вот та, которая объединяет все медицинские учреждения, потому что была такая большая программа информатизации здравоохранения, и вот у вас как? К сожалению, нету. Честно говоря, вот я очень расстроилась, что во многих районах есть, а мы как бы даже пока не разрабатываем. У нас есть по онкодиспансерам, в каждом онкодиспансере есть свой регистр. В частности, Новороссийск в прошлом году закупил ту же программу, новую СПБ. Я надеюсь, что что-то сделают для этого, потому что край большой, и хотелось бы учет вместе получше. А у вас есть программа Эрмис? Эрмис? Нет, нет. В нашем диспансере есть госпитальный регистр. По лечебным учреждениям Эрмиса нету, да? Спасибо. 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 Спасибо.